Здравствуйте! Вы слушаете программу «Символ веры» у микрофона настоятеля храма Сретения Господня, село Чемурша, Чебоксарского района, священник Максим Курленко. Наша церковь вступает в еще одну неделю, подготовительную неделю перед Великим Постом. Она называется «Неделя о блудном сыне», ну и, соответственно, посвящена этой неделе притче о блудном сыне, осмыслению этой притчи. Давайте прочитаем эту притчу из Евангелия от Луки, 15 глава. Пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить черева свои рожками, которые ели свиней, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим «Принесите лучшую одежду и оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги, приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение ликования и, призвав одного из слуг, спросил «Что это такое?». Он сказал ему «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что он принял его здоровым». Он насердился и не хотел войти, и отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу «Вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказанию твоего. Но ты никогда мне не дал и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда сын твой расточил и имение твое с блудницами, пришел ты и заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». О том, надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Вот такая притча, пожалуй, это самая трагичная притча. Она наполнена и скорбью, и радостью. Она о черствости, о жертвенной родительской любви, всепрощении. Она о бесовском блудном помрачении и прозрении. Притча актуальна во все времена. Сын хочет оторваться от родителей, он бежит куда-то, сломя голову, и, может быть, сам не знает куда. Он уверен, что там, на стране далече, он будет более счастлив, наполнен, реализован. Но он там никому не нужен. Его никто так не любит, как родители. Он доходит до предела истощения душевных, духовных, эмоциональных, психических, физических сил. Он расплескан, опустошен, он остался ни с чем. Он ел ту еду, которую ели свиньи. Он начал понимать, что и сам постепенно превращается в свинью. Казалось бы, это тупик, и тут нет выхода, это безысходность. Но тут где-то в глубинах его сердца, временами, он чувствовал проблески родительского дома, тепла, любви. Может быть, и тех воспоминаний из детства, которые согревают каждое сердце. Это отблески вечной божественной любви, которые закладываются через родительскую любовь. Это то, что спасает нас, если мы попали в духовный плен и вокруг мрак. Это то, что освещает нам дорогу к вечному божественному свету, полноте, радости и любви. Несмотря на падение и опустошенность, именно этот свет и любовь не вывели блудного сына из мрака и показали дорогу в отчий дом. Это притча о покаянии. А что такое покаяние? Это не просто детское «я больше так не буду». Покаяние – это второе крещение, это возрождение в новом состоянии души и духа, оторванном от прошлого, темного, страстного и греховного. Покаяние – это перемена ума, это возвращение в сыновнем достоинстве и вновь наполненность утерянной благодатью. Думаю, уместно будет вспомнить покаяние Давида после греха Сверсавии и 50-й Псалом, ставший таким образцом покаянной молитвы, или покаяние царя Изыкии, когда через пророка Исаи ему было сказано, что он умрет от образовавшегося нарыва, прочитая из 4-й книги царств. И вот Изыкия в отчаянии повернулся к стене от солнечного света и горько заплакал. «О, Господи!» – воскликнул он, – вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих. Пророк Исаи, оставивший больного царя, еще не вышел из города, как был и к нему слово Господа, услышавшего молитву верного раба своего. «Возвратись и скажи Изыкии, владыки народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца Твоего. Я услышал молитву Твою, увидел слезы Твои. Вот я исцелю Тебя в третий день, пойдешь в дом Господень и прибавлю ко дням Твоим 15 лет. И от руки царя Осирийского спасу Тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». Покаяние начинается с осознания своего греховного состояния. В притче о блудном сыне есть такие строки «Пришел в себя». И дальше, после того, как пелена блудного морока сошла с сердца, Бог побуждает к действию вырваться из греховного плена и вернуться в отчий дом. И в притче сын говорит «Встану и пойду к отцу моему». Решимость. Решимость – это хорошо, но за решимостью должно быть действие. И он встал и пошел. Многие доходят до того, что надо что-то изменить в своей жизни, надо перестать пьянствовать или блудить. Решать с понедельника начать новую жизнь, потом с другого понедельника, через месяц, потом после праздников и так далее. Где-то в душе есть желание вырваться, но не хватает силы, воли и силы духа. Вроде бы и сила есть, и воля есть, а силы воли нет. Но Бог хочет от нас не просто благочестивых мыслей, Он хочет перемен нашей жизни, поступков, свидетельствующих о нашем покаянии. Бог через Иоанна Крестителя призывал принести плоды достойные покаяния, то есть конкретные дела, свидетельствующие о нашем покаянии. Не просто набор красивых слов, наполненных надеждой на перемены, а о реальных дел. И вот если мы говорим о покаянии, переменах в жизни, то, думаю, уместно сказать несколько слов о исповеди. Исповедь и покаяние — это разные понятия. И разница вот в чем. Исповедь — это таинство, покаяние — это состояние души. И вот с таким покаянным состоянием души человек приходит на исповедь. Именно на исповеди происходит очищение кающейся души, происходит некая тайна, где таинственным образом божественная благодать прикасается к сердцу и очищает его. Бог восстанавливает сыновнем достоинство. Как помните, в притче отец бежит навстречу сыну, обняв, говорит, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Но для того, чтобы эта встреча состоялась, должна быть искренность и решимость оставить грех. Вот прочитаю некоторые цитаты из «Святых Отцов». «Пока не пришла смерть, пока не заключены двери, не отъята возможность войти, пока не напал на вселенную ужас, пока не померк свет, проси, грешник, щедроту Господа», — писал Ефрем Сирин. Или Нил Синайский. «Если и ненавистны мы Богу за грехи наши, то снова будем возлюблены за покаяние. Восплачь о грехе, чтобы тебе не восплакать о наказании, оправдись пред судьею, прежде, нежели чем предстанешь предсудилищем. Покаяние отверзает человеку небо, оно возводит его в рай, оно побеждает дьявола». «Нет греха, как бы он ни был велик, побеждающего человеколюбие Божие, если в надлежащее время приносим покаяние и просим прощения». Или из Иоанна Златоуста. «Велика сила покаяния, если она делает нас чистыми, как снег, и белыми, как волна, хотя бы грех предварительно запятнал наши души». Немножко поговорим о грехе блуда, «Что это за блудная страсть?» Притча о блудном сыне, о молодом человеке, подверженному страсти блуда. Блуд расточает человека, он истощает его. В притче есть такие слова «расточил имение, живя блудно». Такая участь, участь опустошенности, она уготована для каждого блудника. Без блуда не дает чувствовать радость Пасхи, радость Божественной любви. Душа блудника прилепляется к физиологическим переживаниям, ощущениям. Ведь наша личность частью духовна, частью душевна и телесна. И духовное должно сочетаться с духовным, вечным и божественным. Задача беса блуда – погрузить дух в материю, повредить, атрофировать духовные способности человека, сбить духовный компас, заставить бежать по ложному следу. И вот человек дезориентирован. Он хочет ухватить жар птицу, но не может. Она летает где-то рядом, но в жизни нет наполненности. Годы идут, в душе опустошенность. Душа разучилась любить и верить. Вместо образа и подобия Божия в другом человеке видится кусок мяса. Он не может брось якорь, он не может возделывать свой огород. Его все время несет куда-то дальше. Какая-то сила заставляет его бежать, искать лучшее. Но этого лучшего все нет. В итоге остается он как старуха в сказке Пушкина «Разбитого корыта». Вроде бы там в сказке было про желание, но, как мне кажется, это как раз блудное сознание. Сначала одно желание, потом другое. Блудное сознание человека, лишенного внутреннего стержня. Блуд от слова «блуждать», «заблуждаться». Блудное сознание не ограничивается вопросами половой жизни. Оно блуждает постоянно и во всем. Оно во всем ищет лучшего. Оно не может остановиться, успокоиться. Например, пришел в магазин, там 50 сортов колбасы. Вот он расстроился, так хочет все попробовать, выбрать лучшее. А расстроился от того, что, может быть, купишь одно, а другое кажется вкуснее. Что ты сделал не самый лучший выбор. Что это не самая вкусная колбаса, условно скажем. И вот на этом, на пустом месте может быть разочарование. Что уж говорить о взаимоотношениях с людьми, на работе или в семье. Блудное сознание все время на поверхности. Оно скользит по жизни. У него нет ни сил, ни желания копнуть глубоко, увидеть глубину, красоту другого человека. Увидеть красоту, которая скрыта от глаз. И она открывается только энергией любви, а любовь расплескана. На глубину нужны силы, их нет. Когда молодой человек концентрируется на своем «я», он начинает отторгать то, что для него наиболее энергетически затратно, то, что мешает ему постоянно насыщать, подпитывать свое «я». А это любовь. А любовь настоящая, она всегда жертвенна. Любовь требует больших эмоциональных затрат. И следствием этого также является и агрессивное отторжение близких, при том, что без них он существовать не может. И вот такой конфликт и противоречие, который порождает одиночество, в опустошенность, лишение смысла жизни. В Библии множество сюжетов о блудном падении, о наказании от Бога за этот грех. По сути, само грехопадение имеет в своем основании блудное сознание, имею в виду грехопадение Адама и Евы. Блуждать, попробовать что-то еще, хотя и Адам, и Ева, они были в полноте, в достатке. Но вот желание быть как Боги, знающие добро и зло, это желание, оно казалось сильнее. Нарушение заповедей Адама и Евы – это скорее такой духовный блуд. И в Библии духовный блуд, он часто обличается пророками Ветхого Завета. Они сравнивали израильский народ с блудницей, изменившей жениху, предрекали наказание, которое последует за измену. Вспомним, например, ветхозаветный герой Самсон, он был непобедим, пока не начал блудить с Далидой, женщиной соседнего племени филистимлян. И она-то предала его. Подобные примеры можно найти не только в библейской традиции. Например, в одном из произведений шумиро-аккадской цивилизации, эпосе о Гильгамеше, есть такой герой, которого звали Энкиду. Энкиду – дитя природы, обладавший огромной силой. Никто не мог его победить. И вот думали, как победить, и решили привезти ему блудницу из города Урука. После этого Энкиду стал такой же, как все звери, жившие с ним, его покинули. В итоге он переселился в Урук. Целомудрие – это мудрствовать цельно, то есть цельно видеть этот мир и себя. Одна из высших добродетелей в христианстве. Целомудрие души и тело взаимосвязаны, и они зависят одно от другого. О блудном грехе Давида и о его покаянии мы уже упоминали. А вот, например, что говорится о блуде в Новом Завете. «Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела» в Первом Послании к Коринфянам, писал апостол Павел. И также он называет там же в Первом Послании к Коринфянам тело храмом живущего в христианах Святаго Духа. И он противопоставляет образ жизни грешника, который блудит и становится одним телом с блудницей в соединению верующего с телом Христа и его церковью. Христос обращает внимание на то, что прелюбодеяние, как и блуд, совершается прежде всего в сердце человека, то есть в мыслях и чувствах. Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своим. Из 5 главы от Матфея. Любодеяние указывается Христом в числе злых помыслов, исходящих из сердца и оскверняющих человека. Это 15-е от Матфея. А целомудрие апостол Павел называет Божьим освящением христиан. Поэтому блуд и всякая нечистота не должны даже именоваться у христиан как прилично святым, писал он в послании к Эфесиным. А об участи блудников и прелюбодеев говорится, что они Царствие Божие не наследуют, писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, а также об этом говорится в книге Откровения Иоанна Богослова. Если мы вспомним, например, сюжет из 8 главы Евангелия от Иоанна, когда Господь говорит, приведены к нему блудницы, иди, впредь, не греши. И также вспомним, что спаситель ел и пил с моторями и грешниками, под грешниками здесь, я думаю, синонимично понимать и слово блудники, теми, кто еще не познал Бога. Вот из этого мы можем сделать вывод, что искренне раскаившимся блудникам и блудницам Господь обещает лучшую участь, в отличие, например, от книжников и фарисеев. Говорит, что истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас войдут в Царствие Божие. Вспоминая вновь притчу, кажется, что эта притча, она противоречит законам обычной человеческой логики. Но у Бога другая логика. Логика всепрощающей и всеобъемлющей любви. Именно этой любовью мы исцеляемся. Именно этой любовью мы спасаем свои души. Чего всем вам искренне желаю. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был настоятель храма Сретения Господня, село Чемуршачи, Баксарского района, священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.